В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомств подвели итоги работы за отчетный период. За прошедшую неделю отчетный период зарегистрировано все материалы по учету происшествий 1919. Из них происшествий 263, в том числе дорожно-транспортных, 148, пострадало лист при ДТП 6. Такой выдалась неделя у люберецких стражей правопорядка. Также полицейские по горячим следам раскрыли 12 преступлений, связанных с наркотиками и 10 краж. Два пожара потушили люберецкие огнеборцы. Итак, 6 августа в 2 часа 23 минуты Люберцы, проспект Победы, дома 18, загорание автомобиля «Газель». В результате пожара обгорел автомобиль «Газель», а также пострадали два соседних автомобиля. Страдавших нет. В Люберцах продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. С этой задачей на сегодня коммунальщики справились на 79%. Все ресурсоснабжающие организации должны быть подготовлены до 1 сентября. По состоянию 10 августа на плановый профилактический ремонт установлено 8 котельных, отключено 122 дома. Это примерно 15776 жителей. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения при плановых отключениях не зафиксировано. Комплексное благоустройство дворов в Люберцах ведется согласно графику. Все работы закончат до конца августа. Также возле домов на минувшей семидневке велись работы по ремонту 56 ям. В порядок приводят и зеленые территории. Продолжается работа по благоустройству Малаховского озера. Общий процент выполнения на сегодняшний день 74%. Плановая дата завершения всех работ 10 октября 2020 года. За прошедшую неделю в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило более 9 тысяч обращений. Из них 614 на горячую линию администрации. Все они отправлены ответственным лицам для исполнения. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.